Всем привет, друзья! Это обзор 218 главы манги One Punch Man. Как бы мне не хотелось, выкладывать видео каждый день у меня не получается из-за ряда проблем в моей жизни. Поэтому я больше не буду обещать вам, что видео выйдет в тот или иной день. Я просто скажу, что закину видео как только смогу. Думаю, так будет намного лучше. Друзья, прежде чем начать обзор, хочу поблагодарить донатеров. Илья, Гамзи, Подъезжаб, Белуга, Пиксрикс, Александр и Кирита. Огромное вам спасибо за поддержку в развитии канала. Если ты тоже хочешь задонатить, ссылка в описании под видео, а еще в закрепленном комментарии. Еще вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Этим вы тоже очень мне поможете. Спасибо, друзья. И еще, я болею гриппом, горло болит, поэтому извиняюсь за такой голос. А сейчас давайте перейдем к обзору. На обложке нас встречают герои С-класса. Геннесс, Флэш, Зомбимэн и Милая Маска. И они здесь не просто так. Так вот, глава начинается с доктора Бафоя, а точнее Стального Рыцаря, который наблюдает видеозапись с камер наблюдения, где замечает, что его защитную систему уничтожает какой-то ноунейм. Герой А-класса Лысый Плащ. Он попытался найти всю возможную информацию о нем, но так и ничего странного не нашел. Помимо того, что он слишком быстро для обычного героя поднялся с Б-класса до А-класса за каких-то пару месяцев. В регистре героев упомянуто лишь то, что он участвовал в таких событиях, как падение метеорита на города Зед, битва против морского царя и еще охотника на героев Гарроу. И везде сказано, что он лишь помогал. Поэтому его ранг так быстро растет. И медленно, одновременно, так как они не знают, что это он на самом деле со всеми справился. Бафоя говорит, что он слишком силен для А-класса и оценивает его как возможную угрозу даже сильнее, чем весь С-класс. Расскажет ли он остальным про настоящую силу Саэтамы? Нет, он предпочитает пока что просто следить за ним, чтобы узнать подробнее о его силе и намерениях. В это время Сичи и Сикингал проводят экстренное собрание героев С-класса. Он рассказывает героям, что над ними нависла угроза всему живому, о которой когда-то говорила предсказательница Шибава. Теперь каждый человек может превращаться в монстра. И подобные случаи стали проявляться все чаще и чаще. Герой узнает о боке монстров, который предлагает свою силу, а затем ее отнимает, если тот недостоин. Все были в шоке. Какой еще бог? Чего? Но самое интересное то, что ассоциация героев знала об этом. Точнее Сичи знал. И говорит он о том, что Бласт со своим напарником и другими их товарищами последние 20 лет сражаются против этого бога монстров. Он также рассказывает и просил у кубов, с помощью которых тот и выходит на связь со своей жертвой. Сичи также рассказал о том, что бог напрямую связался с Бластом, когда тот сражался против многоножки старешины два года назад. Что именно вынудило его это сделать? Сайтама, который сломал свой лимитер в то время? Об этом мы потом поговорим. Так вот, Бласт исчез, чтобы защитить всех остальных, и перевел этот бой подальше от этой планеты. Сичи говорит, что он единственный, кто способен с ним справиться. Единственный, кто манипулирует пространством и временем. И тут вступает наш Геннесс, который рассказывает всю историю про Сайтамы. Битва против монстра Гару, сражение в космосе, полет на спутник Юпитера, уничтожение газовой планеты, гибель всей планеты из-за космической радиации, перемещение Сайтам в прошлое и спасение всего человечества. Понятное дело, остальные герои не поверили в это, но и не стали отрицать. Потому что все-таки вероятность того, что это правда, есть. Особенно забавно было видеть реакцию Флэша, который как бы и не поверил в рассказ Геннесса, но и вспомнил, что Сайтама очень силен, и такое все-таки возможно. Так что, теперь все герои узнали о силе Сайтамы? Нет, не все. Рассказ Геннесса ничем не подтвердить, потому что сам Сайтама ничего не помнит, как и Гару после полученного удара. Поэтому это все звучит как-то сомнительно для многих. Но интересно то, что постепенно все больше героев С-класса узнают о настоящей силе Сайтамы. Вот только что Стальной Рыцарь увидел, на что способен Сайтама. Флэш, Бэнк, Геннесс, Кинг, Бласт, которые, скорее всего, знают про путешествия во времени Сайтамы и обо всем остальном, так как он и сам манипулирует временем. А еще Зомби-мен, который узнал от Гениуса, что в ассоциации героев есть один парень, который сломал свой лимитер и облысел после этого. Естественно, после всех рассказов Геннесса, он убедился, что речь идет о Сайтаме. А еще, возможно, и милая Маска знает про Сайтаму. Что будет, если наконец-то все узнают о силе Сайтамы? Ничего. Просто нам, как зрителям, будет не так интересно смотреть данные аниме или читать мангу. Потому что в этом и есть весь прикол Ван Панчмана. Есть сильнейший парень, который справляется с любой угрозой в одиночку. Но никто даже не подозревает, кто это. А самого Сайтаму воспринимают как обычного героя. Манга Ван Панчман закончится не скоро. А насчет аниме я вообще молчу. Потому что, скорее всего, аниме продлят до пяти, а может и до шести сезонов. И вот если в финале все узнают о силе Сайтамы, и он сразится с самим богом монстров, вот тогда это будет вовремя и к месту. О, кстати, насчет бога. Сичи говорил, что в нашем измерении должно быть нечто, призывающее его. И угадайте, кто это? Да, Сайтама. Помните, как пару минут назад я говорил о том, что бог связался с Бластом во время их боя против многоножки Старейшины? Оказывается, его потянул в этот мир Сайтама, который на этот момент как раз-таки и сломал свой лимитер. Что ж, на этой ноте я завершаю обзор данной главы. Я попытаюсь как можно скорее сделать озвучку этой главы. Так что не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Друзья, напишите в комментариях, может мне просто делать обзор и все без озвучек? Или мне все же продолжать делать озвучки? Обязательно напишите свое мнение. Что ж, с вами был Аниманга. Всем пока. Поставь лайк этому видео И подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok